Привет всем! Может ли заглохнуть на ходу машина с автоматом? Да, может. Что может произойти, если машина с автоматической коробкой передач заглохнет на ходу? Обще заглохнуть на ходу способен любой двигатель при любой коробке передач. Если коробка механическая и двигатель при езде заглохнет, никаких серьезных последствий для самого двигателя и для машин это не сулит. А если коробка автоматическая? Что будет, если заглохнет на автоматы? Машина может заглохнуть просто по причине, что вы вовремя не заправили ее с корочим топливом. Однажды на моем машине была проблема с форсунками и при переезде лежащего полицейского двигатель заглох. Ничего страшного при этом не произошло, хотя бы коробка у меня автоматически. Резко заблокированных ведущих колес в этот момент не получится, как это утверждают долги. Машина не потеряет управление, а колеса продолжают вращаться. Автомобиль покатится по инерции, как если бы селектор коробки передач установили в положении N нейтраль. Все это давно усмотрели инженеры и проектировщики и не надо бояться. Заглохший двигатель не будет вращать в ходной вал коробки передач. И автоматика коробки включит режим нейтраль. Такой режим движения аналогичен буксировке автомобиля. Автоматическая коробка, если двигатель заглохнет на ходу, автоматически переходит в режим нейтраль. Рычаг в это время будет в положении D-Drive. Но сама коробка будет в режим нейтраль и машина продолжит кататься медленно до остановки. Конечно, можно и тормоз нажать, чтоб автомобиль остановиться. Основной вред, когда мотор заглохнет, способен нанести автомобилю сам водитель. Нельзя в это время суетиться и дергать рычаг туда-сюда. Не трогайте рычаг, пока машина не остановится. Когда двигатель заглохнет на ходу, водителю в этот момент следует включить аварийную сигнализацию и постараться остановиться, припарковаться в безопасном месте, а не в середине улицы. После остановки можно попробовать запустить двигатель стартером, но перед этим обязательно следует перевести в селектор в положении P, паркинг. Если двигатель заведется, это хорошо, и у нас появляется шанс самостоятельно докатиться до автосервиса или до заправки. А если не заводится, тогда придется вызвать эвакуатор или доставить машину в сервисе буксером. Польшинство производителей допускают буксировку машины с автоматом со скоростью не более 50 км в час, на расстоянии до 50 км. И как практика показывает, это тоже не страшно и не угрожает какой-то поломке. Ну и в конце видео хочу попрощаться и просто подписаться на канал. Ставьте лайк, если видео понравится, и комментируйте. Спасибо всем за внимание.